На осадное положение сегодня перешел американский город Фергюсон в штате Миссури. После девяти дней массовых волнений и протестов, начавшихся после убийства чернокожего подростка, власти были вынуждены призвать на помощь национальную гвардию. Своими силами, дымовыми шашками, газом и водометами демонстрантов унять так и не удалось. Митингующие только еще больше возмущаются действиями полиции и отвечают им неповиновением и коктейлями Молотова. Ситуацию в Миссури в эти минуты в Белом доме обсуждают президент США и генеральный прокурор страны, заявивший, что к расследованию подключаются федеральные службы. Роман Мамонов следит за происходящим в Фергюсоне. Некогда тихий городок Фергюсон в пригороде Сент-Луиса теперь превратился в горячую точку, а кадры оттуда больше напоминают события в каких-нибудь латиноамериканских странах или антиамериканские демонстрации в Афганистане и Пакистане. Толпы протестующих закидывают полицию камнями и коктейлями Молотова, стражи порядка отвечают слезоточивым газом. Минувшей ночью Фергюсон по просьбе губернатора Миссури ввели подразделение национальной гвардии, так что еще немного и город станет настоящей зоной боевых действий. Были рапорты, что протестующие кидали коктейли Молотова, в полицейских стреляли, протестующие строили баррикады, чтобы заблокировать стражи порядка. Бутылки и камни летели в полицейских. Исходя из происходящего, у меня просто не остается выбора, как увеличить силу нашего ответа. А всем, кто утверждает, что причиной насилия стал комендантский час, я напоминаю, что первые столкновения начались еще в 8.30 вечера за 3 часа до наступления комендантского часа. Сегодня же стали известны данные вскрытия тела погибшего подростка. А утопсии было уже две. Первую провели местные судмедэксперты, а вторую – бывший потолгоанатом нью-йоркской полиции по просьбе семьи убитого подростка. Они выводам официальных властей не доверяют и перепроверяют. Полицейский, оказывается, выстрелил в Майкла Брауна шесть раз. Одна пуля попала в голову, прямо в темечко. Вторая пуля вошла чуть выше правой брови. Еще одно входное отверстие в верхней части плеча. Неглубокое ранение в нижней части правого плеча. Еще одна пуля вошла в среднюю часть предплечья. И, наконец, мы обнаружили глубокое сквозное ранение в правую ладонь. Такой характер ранений, по словам адвокатов семьи погибшего, доказывает вину полицейского. Якобы он хладнокровно расстрелял чернокожего подростка двухметрового роста при свете дня. А молодой человек, судя по ранам, пытался закрыть лицо руками от нападавшего офицера. Что дают нам эти результаты? Они подтверждают то, что ранее говорили свидетели. Что полицейский выстрелил в Майкла несколько раз. Об этом в своих показаниях говорили все свидетели. И вот теперь результаты вскрытия и показания свидетелей совпали. По версии адвокатов получается, что полицейский чуть ли не казнил молодого человека. Следов борьбы не обнаружено. Пороха тоже. Однозначная картина? Отнюдь. С первых дней друг Майкла Брауна говорил, что полицейский чуть ли не стрелял парню в спину. Но это оказалось не так. Свидетель показания оперативно изменил. И, кстати, пропал из поля зрения журналистов после того, как стало известно, что он был с Брауна в момент предполагаемого ограбления магазина, откуда они унесли коробку сигар. Впрочем, пока кроме той скандальной пленки полиция ничего не раскрывает. За передачу видео в прессу стражи порядка получили порцию критики от губернатора. Моя команда и управление дорожной полицией не были в курсе, что это видео будет опубликовано. Не думаю, что генпрокурор также знал об этом. И вообще, я должен сказать, что считаю это неправильным. Во-первых, потому что это не слишком хорошая идея дискредитировать погибшего в самый разгар расследования. Это неправильно. Во-вторых, это лишь вызывает новые протесты в городе и всем штате. За прошедшие 9 дней следствие так и не предоставило внятных объяснений, почему полицейский выстрелил именно 6, а не один, например, раз, и что вообще произошло в тот день. Сейчас над делом работают федеральные агенты. В город прибыли почти 40 сотрудников ФБР. Кроме того, по распоряжению министра юстиции США будет проведена третья аутопсия, но уже силами федеральных судмедэкспертов. Впрочем, все эти новости пока не помогают снизить градус протеста в городе. Сегодня люди снова вышли на улицы, и вечером правоохранители не исключают новых беспорядков. Роман Мамонов, РТВА